Начнем с Ганны. Ганна небольшая красивая страна, весьма мирное место на западном побережье Африки. Три года назад у Ганны было все хорошо, у нее была самая быстро растущая экономика в мире. Вообще-то у них было так много энергии в течение прошлых 10 лет, что она экспортировала ее своим соседям по Западной Африке. Итак, пик этого экспорта был в 2014-м. Почему в том году? Потому что в следующем Мировой Банк опубликовал этот заголовок на своем сайте. Цитата. Мировой Банк подтверждает максимальные гарантии для энергетической трансформации Ганны. Ого-го! Когда они обещают трансформировать вашу энергию? Не торопитесь! Но Ганна поторопилась и продолжала. Мировой Банк пообещал предоставить, и мы цитируем, «техническую поддержку реформам энергосектора и составления законодательства по возобновляемой энергии». И в ответ на всю эту помощь, Ганна согласилась ограничить выбросы углерода, а потом вступила в Парижское соглашение по климату. Как достойно. А что же потом? Об этом уже не столько написано. В прошлом году Ганна пережила полное отключение энергосектора страны. О, больше нет света! Нет выбросов, так как нет света! С тех пор отключения продолжались. Вчера новый источник в Ганне сообщил, что, цитата, «Жители в части региона Ашанти, оставшиеся без света, остались также без воды, так как оказалось, что нужно электричество, чтобы шла вода, а также была еда». И это не мелочь. В регионе Ашанти живут миллионы людей, и теперь они все живут в каменном веке. И в Ганне повреждено не только производство энергии. Международные наблюдатели говорят, что страна стоит перед лицом нехватки еды и голодом в течение нескольких месяцев. Но почему? Это плодородная страна, трудолюбивые люди, и теперь у них кончаются удобрения. Почему? Потому что годами друзья Сэнди Кортес из местных НКО толкали Ганну в сторону менее эффективных органических удобрений. И правительство Ганы, так как оно небогатое, прогнулось. В прошлом году, согласно местной службе новостей, министр сельского хозяйства, цитата, «призвал к использованию органических сельхозсистем, чтобы уменьшить влияние на климат». О, а что же потом? Ну, добрые люди Ганы голодают, пока гордятся борьбой с изменением климата. И в июне, в прошлом месяце, полиция Ганы использовала воду и слезоточивый газ против сотен демонстрантов в Акре, столице Ганы. И это не только Гана. То же самое произошло в Шри-Ланке. В 16-м году Мировой экономический форум опубликовал статью колумбийского профессора Джозефа Стиглица, одного из самых тупых людей на планете, призывающую Ганну перейти на высокопродуктивное органическое фермерство. Что Стиглиц знает о фермерстве? Сам фермер? Нееет. Но он искренне посчитал, что Шри-Ланка должна попробовать новый вид фермерства. И, конечно, убедил шри-ланкийцев, что это путь к богатству. В 2015-м Мировой экономический форум опубликовал статью на своем сайте под названием, и мы цитируем, «Вот как мы сделаем Шри-Ланку богатой к 25-му. Вы можете ее поискать, но ее больше нет. Как и правительство Шри-Ланки. У них теперь настоящий бунт. Не 6 января, не парень с рогами в шкуре медведя, издающий странные звуки под грибами. Нет, настоящий бунт. Когда они приходят к тебе домой и плавают в твоем бассейне, копаются в твоих вещах и вынуждают тебя уйти. Это они сделали с правителями Шри-Ланки. Они — это народ. Поворотным был момент в 21-м, когда президент Шри-Ланки, действующий по Совету Международного экономического форума, запретил импорт и использование химических удобрений. Но проблема в том, что практически каждая ферма в Шри-Ланке использовала эти удобрения, чтобы выращивать еду, которая нужна людям для выживания. В результате этого цена на продукты в Шри-Ланке почти удвоилась. Миллионы шри-ланкийцев теперь живут в нищете, и это не шутки. И из-за экономического коллапса Шри-Ланка теперь не может себе позволить импорт топлива. Так что шри-ланкийцы днями ждут бензина. Смотрите. 36-летний Туван, водитель авторикши, провел две ночи на этой заправке в Центральном Коломбо. Это бесконечное ожидание для заправки своего трехколесника. Заправки пусты по всему городу. На каждой заправке нам говорят, что бензин закончился. Без топлива Туван не может работать. Он оставил Рикшу своим друзьям и направился к семье, где ситуация такая же ужасная. Кошмарная нехватка газа для печи по всему острову. Фатима Жена Тувана последние три месяца готовит на керосинке. У меня осталась последняя бутылка керосина. Она закончится, когда я сегодня разогрею еду. Что любопытно, миллионы людей действительно страдают. Правительство пало в Шри-ланке. Но в Шри-ланке нет белых. Это те, кого наша демократическая партия называет небелыми людьми. И именно американские интеллектуалы, кто привел к этой катастрофе в Шри-ланке, кто ответственен за эти страдания, избежали любого обвинения в этом. Никто не сказал ни слова. Тем временем коп в Миннеаполисе был жесток с уголовником пару лет назад. И нам пришлось все остановить и отправить его на пожизненное. А у Джозефа Стиглица все хорошо. И это происходит не только в странах третьего мира, но и в богатых странах. Нидерланды, к примеру. Это очень богатая страна, второй экспортер еды в мире. По невполне понятным причинам, может, связанным с виной Запада, пытаются сделать то же самое, что и руководители в Шри-ланке. Они практически запретили своим фермерам выбросы оксида азота, чтобы, цитата, «спасти природу». И это приведет к закрытию большинства ферм в Нидерландах и уничтожит производство еды. И еще раз, это привело к восстанию. Итак, все, что произошло в Шри-ланке, Гане и Нидерландах, произошло по велению не просто идеологов, но крупнейших финансовых институтов в мире. Им это нравится. Именно поэтому Гана получила почти идеальное 97,7 очков ESG влияния на природу. Согласно мировому экономическому исследованию, у Шри-ланки 98,1 очков ESG, у Нидерландов 97. Итак, чем беднее ты становишься, чем больше людских страданий, тем выше твои очки ESG. И это важно, так как компании не будут инвестировать, пока у вас не будет высоких очков ESG. Интересно. Так что у этих стран нет выбора. Поэтому Южная Африка так трудится, чтобы повысить очки ESG, которых сейчас 91. Это началось в 15-м, когда Южная Африка переключилась на возобновляемые. И что в итоге? Ну, как и все в Южной Африке, о чем никто в Америке и знать не хочет. Это их любимая страна, большой успех. Какова же жизнь в Южной Африке для людей всех цветов? Стоп! Что ж, Гуардиан в то время сообщала, и мы цитируем. Солнечные, ветряные и биоэнергосистемы появляются по всей стране, поставляя чистую энергию в перегруженную систему. Правда, у них энергетика разваливается с 94-го, но никаких проблем. Гении зеленой энергетики собираются спасти Южную Африку. И как получилось? Что ж, 7 лет спустя, Вашингтон-Пост сообщил, что в Южной Африке, цитата, «веерные отключения длиной 8 и более часов, подкашивающие экономику и мешающие жизни 60 миллионов людей». И это правда! Спросите любого там, все не работает и разваривается. То же во Франции. Франция подписалась на возобновляемую энергию. И что в итоге? Ну, у Франции сейчас 92,6 очков ESG. Почему? Потому что 10 лет назад Франция обязалась сделать четверть своей энергии возобновляемой. В 2018-м эта политика привела к восстаниям. Помните эти желтые жилеты? Людям это не нравится. Если вы за демократию, то вы к ним прислушаетесь. Но никто во власти так и не прислушался. С тех пор все ухудшилось. В июне главы трех французских энергокомпаний обратились к обществу для цитата «немедленного сокращения потребления топлива, нефти, электричества из-за дефицита и роста цен». О, остановите цивилизацию, она не работает. В том же месяце президент Франции публично умолял Джо Байдена добывать больше нефти, так как саудиты не справляются с поставками в Европу. Смотрите. Сказал мне две вещи. Я на пределе, на пределе. Он заявил свою полную поддержку. Второе. Он сказал мне, что саудиты могут нарастить еще немного, до 150 или чуть больше, что у них больше нет мощностей, и это за шесть месяцев. Итак, только европейцы настолько глупы, чтобы поддерживать это. В отличие от Ганны, они могли отказаться, но нет, из-за странного чувства коллективной вины. И это по всей Европе. В Англии. Очки ESG 92,7. Национальная комиссия по инфраструктуре предупредила, что не менее шести миллионов домохозяйств могут столкнуться с отключениями этим летом. Похоже на первый мир? Нет, не очень. В Германии. Очки ESG 92. Правительство нормирует горячую воду из-за газового кризиса. Власти в Гамбурге, втором городе по величине в стране, только что предупредили, что цитата «горячая вода может быть доступна несколько раз в день по необходимости». Несколько лет назад немецкое правительство смеялось над предупреждением Дональда Трампа, что так и будет. Есть видео. О, они такие тупые, вы не понимаете? Будущее за зеленой энергией. Каждый раз все попытки проваливались. В каждой стране, без исключений. Албания. Кения. Аргентина. Перу. Эквадор. Панама. Ливия. И так далее. Но эта проблема не только там, она уже здесь. Так, счет Соединенных Штатов в зеленой повестке сейчас 58. Но Джо Байден, который ведется на каждый идиотский тренд, хочет это изменить. Очень важно поднять уровень очков ESG, ведь мы хотим быть как Ганна. В то время, как Байден отправляет наши стратегические запасы нефти бизнес-партнером своего сына в Китай, он клянется, что откажется от ископаемого топлива в нашей стране и увеличит очки ESG. Смотрите. Есть ли какое-то место ископаемому топливу, включая уголь и гидроразрыв, в администрации Байдена? Нет, мы с ними покончим. Мы убедимся, что они уничтожены. И никаких больше субсидий для них, и для любого ископаемого топлива. Никаких субсидий для добывающей индустрии. Никакого бурения на федеральных землях и за границей. Никакой возможности нефтяной индустрии продолжать бурение. Точка. Я хочу, чтобы вы посмотрели в мои глаза. Я гарантирую вам, я гарантирую вам, что мы покончим с ископаемым топливом. И я не буду даже договариваться. Хорошо? Давайте проясним. Ископаемое топливо не только неплохо. Ископаемое топливо не только товар. Ископаемое топливо единственное, что не дает Соединенным Штатам превратиться в гану. Ископаемое топливо единственное, что делает США богатой страной, а не бедной. У нас крупнейшие извлекаемые запасы нефти в мире. Если мы не сможем их использовать, то станем ганой, станем бедными. Но Джо Байдену наплевать. Так что он сокращает наши возможности по их добыче. И как и руководители других стран, подчинившихся этой афере зеленой энергии, придуманной идиотами типа Сэнди Кортес, он не берет на себя никакой ответственности за ущерб. Слушайте, нам нужно больше перерабатывающих мощностей. Идея, что у них нет нефти для добычи и доставки, просто лжива. Часть республиканцев, говорящих, что Байден не дает разрешения, не права. Я дал 9 тысяч, ясно? Так что нам нужно что-то придумать такое, где мы сможем нарастить перерабатывающие мощности. Но также продолжим переход к возобновляемой энергии. Проблема в том, что он ничего не знает о переработке, или добыче, или энергетике. Да вообще о чем-либо, так как у него никогда не было настоящей работы, потому что он работал на правительство с 20 лет. Ни у кого из этих людей нет опыта ни в чем. Еще раз, большинство из них даже не могут водить с ручной коробкой. Так что слушать лекцию по энергетике от людей, не имеющих о ней представления, это уже слишком. А тема слишком важна, чтобы продолжать слушать их бред, пока мы становимся беднее. И, кстати, проблема усугубляется. Американское общество ожесточено бедностью. Как ВВП рухнул, так социальное напряжение и выросло. Уже опасно. Осторожнее. И процесс ускоряется. В прошлом году США испытали отключения в некоторых крупных штатах. Почему? Потому что все больше полагаемся на возобновляемые. Места, как Калифорния и даже Техас. Вот вчера, чтобы избежать отключений, крупнейший энергооператор в Техасе умолял жителей выключить кондиционеры. Для вас нет тока. И попросил их не пользоваться мощной техникой. Правда? В Техасе? Где крупнейшие нефтегазовые резервы в США? Чем они там в Техасе занимаются? И это по всей стране. Орландо во Флориде недавно экспериментировал с запретом удобрения для, цитата, «снижения загрязнения». А Мировой экономический форум хочет этого всего еще больше, а не только что выпустили бумагу, призывающую страны, цитата, «согласиться перестать обесценивать ископаемое топливо, что принципиально для перехода к чистой энергии». Другими словами, оно слишком дешевое и слишком хорошо работает. Бензин должен быть дороже, чтобы вы не могли его использовать. Так что вам нужно быть нищими. И они говорят это, пока мы смотрим как страны по всему миру, мы можем дать вам еще подробностей, но идею вы поняли, рушатся и входят в революционное состояние. Потому что эти идиоты вмешались в их энергосистемы. Но им плевать, они собираются продолжать это, пока кто-нибудь не остановит их, пока этого не случилось и здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok